Реставрация этой вещи начиналась очень неожиданно. Картина была показана на выстке во Флоренции в 2013 году, где в каталоге она не числилась как произведение Россо, она числилась как приписываемое Россо. Еще раньше высказывалось мнение о том, что это копия с Россо с нечистоствующей картиной. Но вдруг появляется на аукционе фрагмент такой же картины, выполненной на дереве. Вот маленький фрагментик «Две головочки Путти», который безусловно похож на Россо, но сравнив с нашей картиной, стало понятно, что эта вещь как-то прописана и как-то изменена. Потому что сухость живописи была очевидна. Картина таила в себе какую-то тайну, и надо было ее разгадать. Тем более, что надо было узнать, это подлинник или это копия. И когда она была привезена с выставки, то в том же 2013 году она легла на стол реставратора. Надо было ее изучить и исследовать. Ну, первое, что делает реставратор, он изучает визуальную картину, осматривает ее со всех сторон, под разным углом освещения. Первое, что бросилось в глаза, и было необычно, то, что картина имела фактуру холста. Хотя нам известно из документов Эрмитажа, которые хранятся в архиве, что она была переведена в 1862 году на холст. Первое, что было сделано, это картина была просмотрена в свете видимой люминсценции, вызываемой люминсцентными лампами с фильтрами. Сразу стало видно самые верхние реставрационные тонировки и небольшие прописи изображения. Но дальше вглубь мы не могли заглянуть. Дальше вглубь мы заглянули только при помощи инфокрасных лучей. Инфокрасные лучи частично проникли сквозь записи, частично в них остались, то есть поглотились этими записями. Но в то же время это оказало очень положительную роль на изучении картины, ибо большинство записей, я бы сказал, среднего регистра, они проявились темными пятнами. Темные пятна, и стало понятно, что по углам есть записи вокруг головы младенца, в середине картины тоже есть записи. Вот здесь как раз вокруг головы младенца. Вот здесь выступают записи, вот здесь темные пятна. И фатально записан не из картины, а облака. Кроме физико-оптических исследований, на компьютере были обработаны цифровые данные, и мы увидели общую картину с записей, пускай самых верхних, но тем не менее она впечатляет. Оказалось, что картина полностью была прописана, абсолютно. И никто об этом не догадывался, потому что прописи были сделаны по рисунку автора, с легким заходом за этот рисунок, или полностью перекрывая какие-то части изображения. Но она была вся целиком записана. Первая пробная расчиточка была сделана наверху картины, вот здесь. С целью узнать, вообще-то перевод это или не перевод, с дерева или с холста. И вдруг мы обнаружили тут же фрагменты древесины, фрагменты древесины под авторским грунтом. Стало понятно, что она была на дереве. Потом были сделаны пробные расчисточки, и ножка младенца оказалась целиком записанной. И очень толстый сон краски, который успел уже и потрескаться. В то же время были обнаружены листочки, веночки. А веночек-то не было здесь. Появилось другое очертание волос. И самое главное, стало понятно, почему были сделаны эти записи. В старину эта вещь была промыта очень активным растворителем. Он частично поднул авторский красный слой, этот растворитель. В той или иной степени часть живописи была потерта. Особенно облака сильно пострадали. И сильно пострадали лица и облака внизу. Ну, в той или иной степени все это пострадало. И дальше начинались прописи, чтобы это исправить. Изображение прописывалось. Мало того, на изображении, особенно в центре, вот здесь, коленочка, многочисленные ожоги. Вероятно, от открытого огня. Скорее всего. Эти ожоги впечатляли. Во-первых, вспененная краска, которая была позже подрезана и замаскирована масляной краской более позднего поновителя. Ожоги же были и справа на небе, и слева на небе. И вот огромные ожоги были вот здесь на руке младенца. То есть, вещь ясно очень пострадала. И старались замаскировать все эти ожоги и все эти повреждения. И при том, вот эти первые прописи и записи, они тоже темнели и корректировались дальнейшими реставраторами. То есть, немножко поправлялись. И поправлялись настолько активно и хорошо, что слой очень толстый оказался. И он сам по себе потрескался и стал жить своей жизнью. И что же делать в такой ситуации? Решили с самого начала это все не удалять. Все эти записи, все эти пропасти. Сначала ограничиться легким утончением лаковой пленки. Что и было сделано. После легкого утончения лаковой пленки, вот чуть-чуть утончилось. Картина стала немножечко похолоднее, но только чуть-чуть. И немножко уже выступили все эти разные тонировки и поздние красочные слои, которые просматривались и так, но стали более контрастно. Работу решили продолжать, немножко углубившись в структуру картины. То есть, чуть-чуть пойти дальше. И потихонечку, равномерно утончать эту лаковую пленку уже с треставрационными тонировками. И уже с частью записей. И когда все это было сделано, стало понятно, что мы можем пойти еще немножечко подальше. Но дальше идти надо было уже удалять более активные записи. Вот записи в левом углу, в правом углу, облата. Картина была освобождена от них. И также появился веночек на голове Путти. Аналогичный веночек на голове Путти был и у фрагмента картины, с которой сравнил автор каталога нашу вещь. Я имею в виду фрагмент из частного собрания, который был. То есть, появился веночек. Это было очень существенно. Потом, дальше в процессе реставрации, надо было освободить от записей лица. Лица были прописаны рыжеватой красочкой по всему изображению. И после удаления записи на лицах другие глазницы оказались совершенны. Немножко изменился контур, появился глазик, например, у Путти. То есть, это была довольно большая работа. Но самая главная сложность в этой реставрации была в том, что все записи удалить было невозможно. Произведение так сильно пострадало, или отсутствовали части изображения, или оно было потерто в той или иной степени. То есть, надо было найти какую-то стратегию и тактику ведения работы. Она состояла в том, что часть записи оставлялась. Но они как бы вставлялись в эту новую структуру картины, в новую ситуацию, интегрировались. А как интегрировать старые записи в автора, где автора нету? Они немножко утончаются, немножко делаются прозрачными, или вовсе оставляются. Но они должны быть оставлены. Потому что старые записи, вот смотрите, кончики волос младенца. Это же ведь все позже сделано, но это оставлено. Потому что автора там уже нету. Он стер. Нимб. Нимб совершенно поздний. Его здесь не было при авторе. Но он был оставлен, этот нимб. Большие проблемы были с ножками. И здесь пришлось, где есть авторская живопись, ее оставить. Где ее нет, утончать запись. И после приведения всех реставрационных мероприятий, никаких сомнений уже в авторстве не было. Это шедевр Россо. Это одна из лучших его вещей, о которой мы даже не подозревали. Вот эту красоту и вот это движение форм. И надо сказать, что проявилась одна деталь, которая подчеркнула еще больше это движение. Вот здесь кончик волоса, который выходит за мафори. На картинке до реставрации мы этого не увидим. Но рефрактограммы инфокрасные лучи показали ее присутствие. И когда эта запись была удалена, движение получило такую большую динамику. И я стал чувствовать, что появилось даже ощущение времени. Потому что движение Мадонны не успевает за движением мафори, который на ее голове. И вы ощущаете вот это время. Вот это была очень интересная находка. Также следует отметить, что когда были проведены исследования в инфокрасных лучах, то появился рисунок автора. И это очень ценно. Потому что перевод был сделан с авторским грунтом. Это очень хорошо. Это облегчало работу. Но рисунок был такой несколько графичный. Несколько графичный рисунок. И он указывал на то, что был какой-то картон. Это перевод с картона. И при этом очень беглый перевод с картона, виртуозный. Дальше автор работал кистью. Совершенно свободно импровизируя на этом полотне. И это лишний раз доказывало, что был картон. И из этого картона могли делать еще картины. Самая нижняя запись на фигуре Мадонны – это запись на мафоре. И, в частности, были изменены контуры фигуры вот в этом месте. Очень долго я не решался снимать вот этот маленький кусочек. Вот он виден хорошо в инфокрасных лучах, как темное пятнышко. Потому что плечи у Мадонны узенькие, а куда еще уже. Но решили снять. И не пожалели. Потому что контур Мадонны приобрел особое изящество, некоторую угловатость и опять-таки движение. И надо сказать, что вот этот контур, он совпадает с контурами и характером движения кисти мастера в других произведениях его более раннего периода. Это, например, снятие с креста в музее Вольтера, где вот это все очень согласуется хорошо с нашей вещью. Эрмитаж получил роскошную, великолепную по красоте вещь, которым можно гордиться это шнебр мастера. И я надеюсь, что, и я уверен, что посетители музея по-другому посмотрят на эту вещь. И она действительно приносит радость и счастье. Это подлинное величие Мадонны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok